Прорывом, знаковым событием называл Барак Обама заключение ядерной сделки, которую вскоре его преемник в Белом доме посчитает провальной. Будущее соглашение, призванного умерить ядерные амбиции Тегерана, всё более туманно. В 2015 году Иран и пять постоянных членов Совбеза ООН, США, Великобритания, Франция, Китай и Россия плюс Германия подписали договор – совместный всеобъемлющий план действий. «Благодаря мужеству, политической воле, лидерским качествам, взаимному уважению мы добились того, на что надеялось международное сообщество всеобщей приверженности миру и объединение усилий во имя того, чтобы наш мир стал более безопасным». По соглашению Иран должен был ликвидировать запасы среднеобогащенного урана, а низкообогащенного сократить на 98%. Также отказаться от оружейного плутония и закрыть ряд объектов по производству тяжёлой воды. При этом ООН разрешалось отправлять в страну своих инспекторов для того, чтобы те могли проверить, выполняются ли обязательства. Взамен Ирану обещали облегчить санкционное бремя. Но год назад Дональд Трамп обвинил иранское правительство в том, что оно действует в обход СВПД и вышел из договора. «Это была ужасная односторонняя сделка. Это соглашение вовсе не должно было быть подписано. Оно не привнесло и не привнесёт ни спокойствия, ни мира», – сказал американский лидер. Затем Трамп восстановил санкции и в прошлом месяце продлил эмбарго на поставки нефтепродуктов из Ирана. Обвиняя Тегеран в проведении политики, дестабилизирующей ситуацию в регионе, Вашингтон решил усилить давление и несколько дней назад отправил к иранским берегам авианосец. Тем временем дипломаты ЕС всеми силами пытаются сохранить сделку, обещая не разрывать торговые отношения с Ираном. Но противостоять США в этом споре и тем самым ставить под угрозу экономические связи с ними, готовы отнюдь немногие страны. Тегеран, в свою очередь, не скрывает недовольства пассивностью европейских коллег. По данным МАГАТЭ при ООН, Иран пока что соблюдает условия сделки, но многие наблюдатели считают, что и ее расторжение – вопрос времени.